Итак, всем привет, с вами Дом Гэй, продолжаем играть за Францию в игре Твордер Дакс. Я буквально чуть-чуть не пропустил, что думал, что запись уже пошла, но не пошла. В любом случае мы в прошлой серии микровойну завершили, которая была стартовая, Марокко подокупировали. Но самое главное, начали действовать агентами, начали дешифровывать всех. Все сейчас будем красть чертежи, в общем-то все по старым чертежам. Исследовали с опережением самолетик, но, к сожалению, вряд ли мы его на самом деле будем производить. Так что я считаю, что это был плохой мув. Вот эти два фокуса лучше были бы вот здесь на самом деле, да. Ну, что поделать, что поделать. Улучшимся по ходу игры. Так что сейчас продолжим, сделаем вот этот фокус, он нам уже открылся, у нас 35 с поддержки войны накопилось. Там было ограничение, поставим его. Затем пойдем в артиллерию и, надеемся, будем надеяться, что мы успеем напроизводить винтовки и артиллерию к войне с Германией. Поехали. О, смотрите, на самом деле мы не потеряли возможность красить чертежи. Я думал, что потеряем. Нет. Отлично. Так что продолжаем просто. Возможно... А, возможно, у меня парень успел перехватить шпионку, пока она не распалась. Ну, смотрите, у меня премьер-министр входит в отставку. Ага. Я уже не могу им воспользоваться. Но он сделал свое дело, он поднял мне поддержку войны. Фабрики мы уже не строим, это бесполезно, верно? Верфи тоже бесполезно. Давайте перерос политической власти, наверное? А, потому что нам есть еще на что ее тратить. 10% в принципе немало. Мы начинаем заниматься ремонтом фартов. А, достаточно, кстати говоря, просто это будет, потому что это все можно делать одновременно. Да. Так что нормально. А мы еще можем политиков в командный ресурс тратить? Нет. Но так мы делать, конечно, уже не будем. Тем временем на Балканах идет классическая война. И по классике османа в ней проигрывает. Хорошо, что хоть не наоборот. Потому что было бы забавно, если бы за Германию у меня османы проиграли эту войну, как и должны. Чего мне не хватило? Кресел? Непонятно. Но это сейчас неплохо меня подставило. Я потерял очень много прогресса. Ну, смотрите, у нас 300 кресел есть. У нас 302 кресла. Да, у нас, видимо, поддержки войны чуть-чуть не хватает. Господи. А как нам ее повысить? А никак. Вот Саша, мы сейчас не отправим. Блин, это нереально подстава сейчас была. На самом-то деле. Кстати говоря, будем реально пользоваться доктором масштабного планирования. Потому что здесь укрепление у нас. Собственно говоря, странно, только укрепление и может. Так что именно сюда мы прокачиваемся. Сюда, кстати говоря, наверное, вправо пойдем. Ну, что-то это атака наземная. Но я не уверен, сейчас еще подумаем. В принципе, у нас времени еще куча. И я примерно понял. Справа пехота, слева броневики и микротанки. Но на самом деле противотанковая атака мне особо не нужна. В Германии танков почти нет. И я не думаю, что они... Точнее как, в начале их вообще нет. И я не знаю, когда они смогут их сделать. А вот справа куча пехоты. Ну и у нас тоже танки эти появятся не скоро. Да, то есть тут только небольшие бафы под конец на танки. А здесь бафы есть на артиллерию, которой у нас много. На обеспечение, которое у нас тоже есть. Расход припасов на землянде. Атака, то есть это все очень-очень на самом деле полезно. Так что мы идем направо. Наша дивизия будет получать 117% бонус от окопов. Какая жуть. И знаете, что мы еще возьмем? Правильно, статичную войну. Потому что это еще 10% укреплений. И это еще 10% скорости укрепления. Получим 137 бонус. Я считаю, что это безумно много. И это будет интересная война. Так у нас здесь еще один. Ивент на выборы. Здесь президент, есть премьер-министр. Окей. И вот этот парень. Зачитаю, это приятно. А здесь стабильность. Ну, я не вижу, зачем нам вот этого брать. Да, он еще и не популярный. Так что берем, конечно же, Раймонда в Анкаре. Плюс защита еще. Приятно. Мне очень интересно, как немцы будут пробиваться сквозь нашу оборону. Вот мы и посмотрим, собственно говоря. Через полтора годика. А пока что строим военные заводы уже в таком более-менее нормальном количестве. Пехотку, я думаю, мы точно доделаем. Самое главное, успеть доделать артиллерию, конечно же. Украли войска специального назначения. Совсем не то, что я хотел бы. Пробуем снова. Начинается вторая Балканская война. Мы теперь уже, когда сделаем стратегию обороны, мы сможем нормально доделать мобилизацию фабрик. У нас 36. За то, что мировая напряженность подскочила. Слава богу. Потому что этот дебаф меня очень сильно душит. Ну и, судя по всему, Болгарию просто в три ствола, как обычно, победят. Ничего необычного. И вот они, наши военные заводы. Побыстрее бы. А вот и закончилась эта война. Болгария дефолтно сдалась. Собственно говоря, я сейчас, кстати говоря, не знаю, что мне поставить. Мне, наверное, можно было бы сменить партнер. Но, опять-таки, на что? Здесь всем не нужно. Тут, кстати, классный советник, но он при вот этом пути левом. Компромисс. Мы взяли правый. Вчисление мобилизации можно поставить. Уже у нас поддержка войны, да, появилась. Хорошо. Но на этом практически все. И опять не туда. Нам сегодня везет. Полевой госпиталь 1. Тоже совсем не то, что мы хотели бы видеть, да? Кстати говоря, внедрение прошло. Значит, нам нужно делать его просто еще раз. Еще такого. Забавный факт. В Германии меньше военных заводов, чем у нас. Что? Как они собрались выиграть в войну? Это что, легкий мод? Почему? Что они такого делали? Точнее, что они такого не делали? Они не строили заводы? Очень странно. Ну, посмотрим. Там все равно. Там в начале было больше военных заводов, чем у нас. Мы, конечно же, вложились в фабрики. Но не настолько сильно, чтобы прямо опережать их. Как-то я не чувствую преимущества у Германии, которого мы должны будем сделать. У них тем более все еще ранняя мобилизация. Как-то яишка на Германии здесь недостаточно усилена, на мой взгляд. Ну, посмотрим, что он будет делать и как. А, и мы еще две укрепленности здесь возьмем. Да, вы не против? Наши дизи будут просто, ну, непробиваемые. И мы уже начали делать самолеты. Все еще раньше, чем 14-й год. Так что полезно. Но можно было, опять же, исследовать его на самом деле позже и на это потратить меньше ресурсов. Так, блин, ребята, а можно нормальных людей мне давать? Ну, ладно, еще стабильность надо брать на плюс постройки, что нам остается, собственно говоря. Все уходит в отставку бесконечно. Так вот, артиллерию мы уже достроим до 15, я думаю, да? Дешифровали мы еще и Австроенгрию. Давайте Италию, на всякий случай. Кто этих итальянцев знает? Так, а там кто-то умер? Ну, у нас нигде, видимо, не работал. Так что все в порядке. Опять не длились, опять пройдем к чертежи. Все уже по отработанным схемам. Да. Надеюсь, в этот раз мы что-то полезное сделаем. Кстати говоря, мы закончили уже устанавливать наше укрепление. И это очень хорошо. Но нам надо будет, скорее всего, куда-то вот сюда сейчас. Ну, сюда сейчас. К моменту начала войны переходить, когда на Бельгию нападут. Британия хочет присоединиться к нашему Аляцию. Конечно. Конечно. И это даст нам еще одного шпиона. Кайф. Опа. Дело Каю. Поехали с ними. Что это? Давайте узнаем. Споры по всей Франции. Ничего себе. Ага. Коррупция. Финансирование. С Германией. С Германией. Ужас. Неопровержимыми доказательствами. Убивает. Ничего себе. Здесь так. Потеряем 50 мест. А насколько я знаю, стулья нам лучше не терять. Поэтому давайте вон фанатик из Фил. Пускай отрабатывает. Не знаю, отработает ли он, но поверим, что да. И давайте, кстати говоря, вот это надо бы там взять. Хотелось бы мне. Мне нужны вот это еще тоже. И будем скоро по лодкам заниматься. Хотя вот это, кстати говоря, тоже было бы приятно. Дело Каю. Ага. Ну, все хорошо. Можно подводные лодки, на самом деле, качать тоже. Подводные крейсеры даже сделать. Но я бы, наверное, вот этим все-таки занялся. Как-то... Нет, давайте подводные лодки сами пойдем. Будем душить Германию по максимуму. Если говоря, переходим на новую артиллерию. У нас еще время на это небольшое есть. И пехотку тоже перевооружаем. Добавляем сюда побольше. В скобочках смотрим с замен пауэром. И можно даже было бы ее поддеплойнуть. Но пока аккуратненько надо. Вы помните, у нас здесь со снабжением были проблемы, на самом деле. Да, давайте посмотрим. Да, ситуация такая себе. Но она заранее на позиции, кстати говоря, остановится. Хотя нет, смотрите. Нет, ситуации не нет, а реально плохая. Надо железные дороги наши улучшить. Собственно говоря, вот сюда. Ну да. Не хватает пропустой способности. Железные дороги. То мне там, по-моему, никто в комментариях доказывал, что центра снабжения не хватает. Нет, ребята. Центра снабжения хватает. Можно увеличить радиусы вот этих, и они будут доставать. И не надо будет железные дороги строить. Но вот в этом случае конкретно нам не хватает железных дорог. Так вот это должно было... Да. Идеально до сюда провести. И давайте здесь тоже level up сделаем. И давайте даже вот так тоже сделаем. На всякий случай. Новая униформа, я так понимаю, это самая модная синяя, да? Или... Или все-таки серая. Надеюсь, не синяя, потому что... Лучше быть не модниками, но... Чтобы наших солдатов не стреляли лишний раз. Кстати говоря, обнажение подлодок сейчас вовремя тоже нам это должно пригодиться. И нам нужно подинвестировать. Потом будет вот сюда. Вот это взять. То есть, чтобы поставить сюда на самом деле артиллерию, Шнайдер, да? Это будет полезно нам. И кроме того, мы подкачаем тогда минометы все. Плюс, возможно, что-нибудь из этого. И в армии тоже это отправим. И раз у нас 5 шпионов, теперь давайте еще внедримся во флот. Почему бы нет? У нас, так сказать говоря, шпионы очень жесткие. Они историчные, я так понимаю, да? Ну, типа... Вот, да, выглядит очень... Ну, историчным в том смысле, что сделанным заранее. Не рандомным получившимся. Вот, я исследую артиллерию по фокусу. И затем, наверное, я бы еще подследовал авиацию. Вот это вот, чтобы 10% скидку получить. Потому что мне некуда тратить политку. Лучше. Буквально. Мы максимум можем еще цензуру прессы, наверное, сделать, чтобы поднять популярность партии, да? Давайте так и сделаем, собственно говоря. О, общество с противогонки вооружений. Ну, вы-то можете быть против. А мы вот за. Потому что мы знаем, что скоро произойдет. И, по ощущениям, нам нужно еще больше артиллерии. Давайте вот так. И вместе с этим больше авиации. И нам, на самом деле, бы исследовать авиацию штурмовую. Да. Причем надо делать прямо сейчас. Вот. Не тормозить. Это мы оставим. Пожалуй, вот это давайте мы сменим на штурмовую авиацию. Хотя нет. Нет, давайте возьмем тратические бомбардировщики. Потому что, смотрите. А по авиаштурмовой атаке он лучше. Но к ним бомбардировщики у меня есть скидка на один год. На опережение. Поэтому давайте тактически. Все еще, смотрите. Здесь не хватает снабжения. Да. А мы иматеризовать, кстати говоря, в теории можем. Или что-нибудь. А, разве не пойдем в сил 40? Господи. Так мы сейчас будем разгружать это все дело как можем. Что нам здесь остается? Уже чуть-чуть получше. Здесь уже остались только желтые ящики вместо красных. Но я чувствую, что все еще сюда не хватает репасов. Поэтому давайте улучшим. Улучшим вот это. Да. Вот так вот, я думаю. Должно быть более-менее получше. Кстати говоря, планирование давайте и туда, и туда добавим. Да? Чтобы просто был бонус. Вот это вот планирование нам в Бельгии не надо. Но когда мы перейдем сюда, он вроде должен сохраниться. И потом от нового плана будет строиться. И мы украли морскую пехоту. Нам очень не весит в этот раз. Мы пройдем просто бесполезные техи. Да. Ну, что поделать. Добавлено, что, скорее всего, Ишка их исследовала, раз мы их украли. Нахрена Германия морская пехота? Никто, я думаю, не знает. Ой. Ну, что есть, то есть. Смотрите, у нас челы ходят в отставку, как обычно. И я вижу, что у нас есть на строительство военных заводов паренек. Но мы его, конечно же, берем. Да. Потому что мы сейчас именно их и строим. И давайте, конечно же, закажем еще. Потому что мы потихоньку застраиваем себя. И это меня радует. Так, сейчас произошла убийца Франца Фердинанда. Кстати говоря, что по промышленности у Германии? Вот два раза меньше почти, чем у нас. Жесть. У нас реально просто одни мы, как центральные державы. А здесь еще Британия, есть еще Россия. Как Германия собралась побеждать, непонятно. Возможно, мы сами будем переходить в наступление тогда. Хотя я собирался от защиты играть эту игру. Ну что, война должна начаться буквально с минуты на минуту. Русский призыв. Можно, кстати говоря, отказаться. Нет, конечно же, мы поддерживаем наших союзников. Мобилизация по всей Европе идет. Кстати говоря, давайте сразу доктрину докачаем. Да, у нас есть на это все. Входим в войну мы с доктриной. В принципе, так и надо в этом моде. На это есть все ресурсы и возможности. Флот у нас готов. Давайте флот тоже организуем. И будем сейчас думать, где мы его будем применять. Смотрите, подводными лодками, если это все просто, да, мы будем блокировать... Так, стоп, не так произошло. Все подводные лодки, вот. Мы будем ими блокировать торговлю. Просто вот все, я думаю, да. Вот этим флотом, наверное, мы будем действовать вот так. Так, я вижу нас на море в основном как соперника Австро-Венгрии. Не думаю, что мы с Германией можем подтягаться. Там все-таки флот намного мощнее. Пускай этим занимается Британия. Которые, кстати говоря, тренируют флот. Молодец. Будем подтягаться с Австро-Венгрии, поэтому давайте сделаем вот так. Надо помнить, что морских бомбардировщиков нету в этой игре. На данный момент. И вот так вот еще сделаем. Так что нас никто не может оказать за охоту на конвои прямо у берегов. И даже можем вот так, наверное, сделать и поставить вот так. Все. Все ребята тоже вот так. Ну и все. Мы, собственно говоря, готовы. Так вот у нас Адмирал. Нету перков готовых. Но у нас у всех почти нету перков. Зато у него очень хорошие вот эти вот уникальные перки, которые нельзя нафармить. Которые только роляются. И ждем. Посмотрите, через 16 дней будет начало войны как раз-таки. Мы к этому методу исследуемся отбав на бомбардировщик наш. И потом, я так понимаю, пойдем вот сюда. Но перед этим, наверное, надо будет взять вот это вот, чтобы население себе немножко поднять. А, кстати говоря, мы внедрились во флот немецкий. Да, это, конечно, хорошо. Но теперь вопрос, что у нас с нашими другими заданиями. Сейчас будем узнавать. И вот 0 дней. Я так полагаю, сейчас это должно произойти. Нападение. Ну-ка. Сервис касался требований Австрии. Да. Смотрите-ка. Германия сразу начинает агрессивно наступать. Нам нужно давайте-ка дирижабли нашего ввести отсюда. Поставим мы сюда сразу истребители, конечно же. Можем еще вот так поставить. А, ну допустим. И вопрос. Насколько мы здесь себя здесь комфортно чувствуем? Я думаю, не слишком. Бельки пока они не спешат. Давайте-ка сразу. Наверное, вот этих ребят вот сюда отдадим. Да. Пускай они реинфорсят. Будем сейчас задефаться. Но это уже следующая серия, ребята. А эта серия заканчивается. Жесть, что с Россией происходит. Так что с вами был Локэй. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok